Всем привет, добро пожаловать к нам на канал. Я сегодня приехала в такой вот магазин, называется Trapper Boards. Я вас хочу сегодня взять с собой и показать, что они тут продают, начиная от... Короче, этот магазин для охотников и для рыбаков, другими словами. Идем-зайдем. Вот мы зашли, и тут начинаются даже вот эти всякие игрушки для детей есть. Вы, мои дети, тут заодно есть. Лыжи, чтобы ходить зимой по снегу. Кого там? Даже самолетики есть. Маленькие, что-то цену у них не написано. Топоры, лопатки. Корм даже вот есть для кошечек, собачек. И если вы, допустим, шкуру выправляете, вот эти все принадлежности для шкуры. Мясо, когда режешь, если нету подручных, такие пилы специальные. Рух, ты будешь себе под шкуру это брать? Удочки для детей, сачки. Мы на рыбалку, когда едем, детвора эти здесь покупают. Всякие разные флайсы. Мухи, мухи. Удочки. Удочка без спиннинга за 170 долларов. 160. И блесна. Любые блесни. Подожди, это не блесна. Блесна вдруг. Это Divers. Блесна вот они. Ой, а у нас этих блесен сколько? Так, как, допустим, вот за пачку таких. Сколько они долларов? 4 штучки. 35 долларов. Вот, наверное, сколько такой дайвинг стоит. 12. О, такая была бы nice. Допустим, люблю рыбачить вот на такие вот рыбки. У меня рыба попадает. Или на такие хвостики, где они. Вот есть хвостики вот с одним, вот такие. А я с двойным хвостиком. Я их сопля называю. На них сильно рыба у меня клюет. Ну, какая куропаточка. И медведь там сверху черный. Рогов там много. У меня такие не стреляют. Сетки у них продаются. На рыбалку. А эти все, эти примочки вонючие. Приманки. Капканы сейчас тоже будут открывать охоту на капканов. Дети будут тоже расставлять. Всякие масла вонючие. А ну, открой холодильник. Что тут у них? О, рыбки. Тоже продают. О, червяки тоже живые. Смотри. Червички живые. Рыбка по 8 долларов. О, червяки. Червички. Червички. Червички по 8 долларов. Чтоб самому не копать. Что на рыбаку их брать? Или... Шевелится оно просто не видно. Я извиняюсь за качество. У меня камеру сегодня. Я дома забыла. Упадет. Я думаю, только Руфа себе хочет ножа такого взять. Потому что она шкуру будет выправлять. Они наловили шакалов. И ей надо шкуру сделать. Сколько тут красивых голов. О, да. Даже шакалы тут есть. Да, да. И только шумы. Рендир. Диры. Вот это вот. Элк висит. И бараны. Все, что тут у нас в Канаде есть. Все у них тут висит. И оружие, пожалуйста. Вот так вот на витрине. С любого калибра есть. А вот спиннинги, которые мы говорили. Отдельно продаются по 150 долларов. По 140, по 400, по 200. Ну, а ружья, вот, пожалуйста. Они вам ружье не дадут до тех пор, пока вы мне покажете специальную карточку. У меня есть эта карточка. Ты ее проходишь в школе. Берешь класс за один день. Потом сдаешь как бы тест в конце. Патроны все внизу. Они даже патроны не продадут, если у тебя этой карточки нет. Ну, мы сегодня приехали. Игорю надо на скуп, на ружье купить. Ножи всякие разные. И, короче, пройти надо тот курс в школе. Ну, какие кабаны красивые. Слушай, вон она-то. Та. Ты где? Да. Они зубами. Раньше пистолеты продавали, а с конца прошлого года перестали пистолеты продавать. Вот, это наш лежит. Потому что правила у нас поменяли. Ну, и вот лосики таких, как мы стреляем. Одинаковые. Рога как-то у них стандартные. Ну, а мясо тоже. Да, пистолеты перестали продавать. Потому что новый закон вышел. Вот, пожалуйста, что у нас тут какая-то. 600 долларов. 4-10 shotgun. А тут и подстрелы. Как вот охотишься, любой можно этот выбрать себе. Они, короче, я посмотрела на ютюбе. Есть такие фризеры, называются. Они сюда продукты свои можешь затолкать. И она как бы сушит. Но вкус остается тот же самый. Влажность все вытаскивает. Книжки. Опять же, животные сверху. Одежда. Я тут себе ботинки. Когда в прошлый год покупала. Вот такие вот мохнатые. Тоже 200 долларов давали. Вот тут и шкурки продают. И они вам тут тоже сразу могут пошить шапки. Пистовые. И вот, пожалуйста. 310, 240, 325. За шкуры. Здоров. Это чья шкурка? Сейчас. Биво. Бобровая шкура. Вот за такой маленький кусочек. 150 долларов. А это должен быть керобу. А это побольше этот. Бобер. Да. 225. И пронеслась на 2. Продали. Керобу. Красивая она, слушай. Они по дешевке их продают. Пошли с собой ворот, да? Они в носу не выпал. Да, это будет ваша лучшая председатель. Какой бы он будет. В момент. Скажем, 2 минуты. Это будет ваша лучшая сценария. 200-й. 200-й. Я бы сказал, что на лоаде ЛАЙКС. Вы можете получить... Большое, я бы ожидал. 2-1-100-й. О, 2-1-1. Вот это ружьё, которое Игорь смотрел, за него хотели 1800, его не брали, но Игорь его смотрел, может в следующий раз возьмёт. В общем, чтобы, давайте объясню вам, как права получить, чтобы покупать оружие или патроны в магазине в Канаде, надо пройти класс, который проходит, если просто ты хочешь ружьё покупать, один день, а если ты хочешь и пистолеты купить, надо два дня сидеть, потом писать экзамен. Кроме этого, ваш криминал-рекорд должен быть чистый, чтобы вы не были там с залётами, с пролётами. Они деньги возьмут, всё, но когда начнут проверять в полиции, они вам просто откажут. И класс один стоит 150 долларов, а если это на простое ружьё иметь и покупать, а если с пистолетом, то где-то 250. Ну, это полбеды, потом ещё купить оружие стоит тоже же денег. Если вы вдруг попадётесь, везя с собой ружьё в машине, и вы не имеете разрешения, чтобы это ружьё с собой иметь, и класс этот не прошли, тоже могут конфисковать всё. Что им вздумается на тот момент? Ну, у меня, допустим, ластинг, как бы я права имею, только ружьё носить, и выиграет, может, и ружьё, и пистолет, у него есть и пистолет, и ружьё. Но, опять же, всё это надо делать, как бы, легально. И патроны продаются, и если хочешь, сам заряжать, и где сам заряжает, где сам покупает, когда на ляске жили, сам заряжал. А тут-то временщего у него не было. Дальше, что, когда хотите купить ружьё, вы даёте им, опять же, эти свои права, разрешения, что вы можете купить. Они будут звонить в полицию, и они могут сразу вам продать, или могут сказать, возвращайтесь там через пару дней, пока мы выйдем. Когда полиция разрешение не даст, или могут вообще не дать, по своим причинам. Так? Ну, и когда охотишься, должен при себе иметь все свои вот эти документы, потому что полиция может остановить в любой момент, когда охотишься, и потребовать документы. Мы сколько охотились, нас ни разу не проверяли. Но у меня разупинили, и просиливали. Типа браконьеры. А я им сказал, что я не охотюсь. Ты ж на треке. Я навіть ни ружья не маю. И в ней, бетонас мимо входят, не питаются ничего. Ну, короче, врустору поставили. Да. Жирки-пеки. А пистолеты сейчас, револеры у нас забыли. Прийтили с прошлого года, с мая, их как бы продавать. И если можете покупать, типа на черном рынке. Опять же, это если купляется, все надо регистрировать. Кажется, пистолет на свое имя. Даже стали регистрировать свои ружья. Уже вдруг на себя оформлять. Раньше не надо регистрировать. Какие у нас были ружья куплены до этих изменений правил законов? Оно не было, не есть оформлено. А сейчас уже новый покупаешь, они уже сами оформляют на тебе. И если я захочу продать сейчас ружье, мне надо заполнить специальную справку. И отправить туда, отправить в полицию, что я его хочу перерегистрировать. Ну, опять же, если покупаете оружие на черном маркете, там никто этим, конечно, не занимается. И свободно продажа оружия есть. Не черный маркет, а серый маркет. Ну, ладно, пусть будет серый маркет. За наличие никто не перефорит. Да, когда ты платишь наличную и кешью, то... Никто право не соблюдает. Нет, не соблюдают. Но есть патриоты, чтобы все это все будет, конечно. Мы к патриотам не относимся. Ну, вот все, ребята. Мы едем дальше по магазинам. Оставайтесь, подписывайтесь, если вы первый раз. Если хотите точнее что-то увидеть, услышать, узнать. Комментируйте, будем пытаться отвечать на ваши вопросы. Ну, всем пока.